А вот Google со своим ответом айфону и микрософту повременил. Презентацию смартфона Nexus 4 отложили из урагана Сэнди. Он парализовал жизнь на восточном побережье США еще до того, как успел дойти до Нью-Йорка. Предсказать, куда ударит шторм, не смогли даже из космоса. Не потому, что Сэнди такой коварный, а потому, что денег на спутники не хватает. Полина Крикун пересчитывала бюджеты и орбитальную группировку США. Вот так выглядит со спутника великий и ужасный Сэнди ураган, который даже не дойдя до Нью-Йорка успел парализовать жизнь на восточном побережье США. Пока спутники еще работают, но совсем скоро могут остановиться. И об этом пишут даже не таблоиды, а влиятельные New York Times. Орбитальный парк не меняли много лет. Финансирование сокращается. И в ближайшие годы НАСА обещает синоптикам не тотальный фотоконтроль погоды, а картинку с дырками. Спутник, известный как GPSS-1, будет запущен не раньше 2017 года. А значит, как в древности, ураганы станут для человечества смертельной непредсказуемой угрозой. И предсказать нельзя, остается гадать на кофейной гуще или молиться. Я знаю, что сейчас многие в Америке взволнованы. Буря вот-вот может ударить о побережье. И наши мысли, и молитвы с людьми, которые окажутся в опасности. И все же, почему американские метеорологи, до зубов вооруженные техникой и бюджетами, не могут угадать шаги Сэнди с точностью до километра? Экстренную эвакуацию объявили в нескольких штатах, потому что куда отправится шторм, к людям или в открытый океан, специалисты не знают. Известно лишь, что образовался он из-за арктического восточного потока, который как бы обернулся вокруг другого, но уже тропического. Если эта смесь толкнется с холодным циклоном, говорят эксперты, то суперураган Франкиштор может стереть с лица земли половину побережья от Вашингтона до Балтимора. Но если это случится, помощи от экспертов не ждите. Самое важное, что я сейчас могу сказать, если вы живете в зоне А, вы должны эвакуироваться. Если специалисты выживут, выживем и мы. Если нет, тогда мы все в опасности. Ведь в службе спасения тоже работают люди. И вот оказывается, что спутники тоже на грани исчезновения. Они летают от полюса к полюсу, сканируют всю планету и по идее должны вычислять ураганы минимум за пять дней до угрозы. А их маршрут и силу высчитывать с точностью до пяти процентов. Но это в теории. На практике такие прогнозы им не под силу. Так было и в 2010-м, когда Вашингтонскую метель недооценили минимум наполовину. Так случилось и сейчас. Мы еще не знаем, где он собирается ударить. Где мы понесем самые большие потери и человеческие жертвы. Поэтому для нас особо важно реагировать быстро, как только появляется первая достоверная информация. НАСА на сигнал о тревоге. Реагировать не спешит. Все же замена полярных спутников – дело не одного дня и не на один миллиард долларов. Но правда, агентство похвасталось. Новые технологии для продления жизни космических аппаратов. Это робот-дозаправщик, который может не только снабжать топливом геостационарные спутники, но и ремонтировать их на орбите. Свою работоспособность он уже доказал, побывав на МКС. Полин Крикум, Борис Бруйкин, Вести.